Всех приветствую, с вами снова Александр. Сегодня посмотрим библиотека. Вот справа дерево, за ней видите дверь под окном. Сейчас я покажу это дело изнутри. Я уже говорил, что эта библиотека очень сильно похожа на церковь. Вот здесь справа вы видите стеллажи с книгами, и посмотрите именно за стеллаж под окном. Здесь, похоже, тоже была когда-то дверь, возможно, их тут две было, возможно, переделывали. И вот прямо под окном вы видите заложенная дверь за стеллажами. Теперь обратите внимание на своды, на копов, все как тут сделано. И недаром я говорил, что это здание очень похоже на церковь. В общем, уже говорил, что в Квадленбурге одну церковь назвали замком, здесь библиотекой назвали. В общем, делают из церквей все, что захотят. Поэтому, если церкви были не церкви, а чем-то другим, то тогда все складывается. Не торопитесь выключать. Это видео вы увидите в нем подвалы, вы увидите серьезные перепады высот с одной стороны и с другой стороны. Также вы увидите старинные камеры. Это все в одном здании. Очень интересно, тем более в подвал я попал случайно. Продолжение следует... также здесь я буду ходить выглядывать во все окна чтобы было конкретно понятно где какая высота с одной стороны с другой стороны также я сниму здесь лестницы я буду ходить везде поэтому видео немножко получается затянутым если вы действительно интересуетесь древней архитектурой то немножко наберитесь терпения вы все увидите сейчас вы видите парковку с которой я снимал эту высоченную стену другой стороны и это я еще не на самом верху а это другая сторона это со стороны административного здания в общем то административное здание с библиотекой это одно цельное здание поэтому у меня честно говоря впечатление что это все строилось в одно время то что история там по годам сильно разбила примерно начало строительства в 30 лет это конечно интересно в тем более церковь по официальной истории строилась 835 лет к сожалению вот на это здание информации еще не нашел очень жаль но надеюсь может быть кто-нибудь поможет здесь я показываю специально эту арку которую я снимал предыдущих видео кто видел эту арку тот понимает о какой стене идет речь вот здесь отчетливо видно что административное здание библиотека это как бы одно целое здание а 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 то на лестнице немного растерялся куда идти вверх у них дело в том что я понимал прекрасно что первый этаж я даже не знаю смотря с какой стороны смотреть какой-то этаж будет в общем я пропустил я понимал что мне придется спускаться и еще снимать но ничего страшного я об этом не жалею благодаря этому я попал туда куда не должен был попасть тут мы по моему с вами видим уже самый верхний этаж библиотеки если кому-то неинтересно смотреть библиотеку вы можете ускорить видео для тех кто не знает наведите стрелочку на экран справа нижнем углу вы увидите шестеренку нажмите на нее затем выбор скорости и снизу циферки 1.5 например или 1.75 выберите себе оптимальную скорость самое интересное будет немножко дальше и Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь вы можете отчетливо увидеть перепад высоты Вот это одна сторона И сейчас я покажу другую сторону А, ну да, это был все-таки не самый верхний этаж Я ошибся немножко, я поднимаюсь еще выше Но тем не менее, с другой стороны это смотрится намного ниже Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну и здесь я потихоньку направился вниз Чтобы показать все, как здесь переделывалось Здесь убирались потолки, видите, арочные потолки были когда-то Их убрали и сделали здесь такую прямоугольную, квадратную, вернее, лестницу Субтитры создал DimaTorzok Я уже какое-то время прекрасно понимаю, что лучше дернуть дверь И иногда она открывается, а здесь что мы видим, подвал Правда, углубившись подвал, я понял, что она должна быть, эта дверь закрытая Но тем не менее, был такой азарт Я продвигался дальше, несмотря на то, что меня посещали мысли, что за мной дверь могут просто-напросто закрыть А это была суббота, и мне придется здесь как минимум две ночи переночевать Но тем не менее, я не остановился и продолжил путь Я об этом, честно говоря, не жалею А вот сейчас сижу, монтирую, думаю, а может быть, все-таки жаль, что меня там не закрыли Представляете, две ночи провести в таком подвале Конечно, там есть освещение и вода, и туалеты Но, представляете, если остаться там две ночи, а еще взять свет, выплючить Какие будут ощущения? Что там можно услышать? Как там можно поспать? Интересно Мало того, что это уже для меня был сюрприз, что я сюда вообще попал В это помещение очень интересное Здесь меня ждал еще один сюрприз Я, конечно, этот звук удалил Представляете, мужика в подвале с фонариком И тут заходит женщина, и она меня увидела Субтитры создавал DimaTorzok Женщина оказалась довольно милая И она вместо того, чтобы меня поругать за незаконный проход туда Она любезно мне включила свет Все-таки есть на свете хорошие люди И в Германии в том числе, и немало их Мне недавно даже подарок сделал немец совершенно Незнакомый Просто взял кучу, сверил, подарил для фрезерного станка Они довольно дорогие Мы с этой женщиной немножко Мило побеседовали И я отправился в дальнейший путь Поблагодарить ее, разумеется Здесь хорошо просматривается, что здесь не было дверей Они гораздо позже были сделаны И этот подвал, даже не знаю Скорее всего, тоже не подвал Здесь, в общем-то, не очень просто так разобраться Где какая высота Здесь вначале я немножко удивился Все-таки детский этаж И камеры Вот эти комнаты были когда-то камерами Но с другой стороны, я подумал Думаю, в принципе, детишки могут видеть Что такое камера И стоит ли сюда попадать Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А если посмотреть с другой стороны, то это еще не подвал, а еще и какой-то этаж ДимаTorzok ДимаTorzok Дальше я еще нашел какие-то металлические круги, совсем мне непонятно, я их чуть-чуть попозже покажу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но эта дверь только подтверждает, что вот это административное здание и эта библиотека когда-то было одноцаренное здание ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот вроде и все окна я заснял и дальше меня ждал уже долгожданный выход ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже отснял все, уходил, вот шел мимо церкви ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И наткнулся на два интересных многоугольных металлических предмета Очень огромные Что это такое представление не имею, когда это сделали Очень интересные Там видно под ключ сделано Здесь конечно резьбы не видать никакой Но тем не менее вижу, что под ключ Что это было, представления не имею Надо поискать У нас сегодня, пожалуй, все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...